с вами николай пивненко в проекте дата сегодня 2 мая всемирный день тунца рыба это может весить почти 700 килограммов в длине более четырех с половиной метров в 2012 году в японии выловленный тунец весом в двести двадцать два килограмма был продан за рекордную сумму 1 миллион семьсот шестьдесят тысяч долларов голубой тунец тот что плавает с открытым ртом одна из самых скоростных рыб океана скорость 70 километров в час и он вполне может пересечь атлантику за 30 дней тунцы важный промысловый объект а также они ценятся среди рыболовов любителей и он их призывает беречь сегодня день мадрида у истоков даты лежит самая настоящая легенда в этот день в далеком девятом веке была основана крепость маджерит если говорить о возрасте города то в сравнении с остальными он достаточно молод так как был основан довольно таки поздно воздвигнута крепость была по повелению арабского эмира мохаммеда первого чтобы защитить арабов от восстаний христиан крестоносцев позднее укрепленная крепость вылилась в один из самых прекрасных городов старого света посредством обрастания поселениями родившихся в этот день 2 мая 1859 года день рождения джерома клапки джерома английского писателя и журналиста в 20-летнем возрасте он всерьез увлекся написанием статей и рассказов однако его нигде не печатали в 1889 после путешествия с женой по темзи он пишет свое главное произведение трое в лодке не считая собаки книга моментально становится бестселлером в первую очередь из-за самобытного юмора год 1895 рождается анатолий григорьевич железняков матрос балтийского флота анархист герой гражданской войны судьба уготовила ему прожить всего 24 года вместившие юношеские мечты о морских странствиях первые жизненные разочарования которые вызывали яростный протест против несправедливости и жестокости но в тех жизненных условиях которых ему пришлось оказаться именно железняк стал начальником внутреннего караула в таврическом дворце где работало учредительное собрание железняк этот форум разумеется по приказу ленина и разогнал войдя в историю знаменитой фразой караул устал 1909 год день рождения ивана любезного актера малого театра народного артиста ссср а в 1946 году родился дэвид суше английский киноактер наиболее известны нам по роли эркюля пуаро однажды съемки очередного эпизода пуаро оказались на грани срыва суше забыл дома свою знаменитую записную книжку его герою нужно было приготовить чай а суше совершенно не помнил сколько кубиков рафинадо предпочитает знаменитый сыщик он бросил наугад 3 но вернувшись домой узнал что пуаро выбирал 4 суше едва инфаркт не хватил как он мог так ошибиться ибо актер действительно на сто процентов вжился в образ эркюля пуаро 1951 год день рождения людмилы нарусовой российского политического деятеля сенатора в 1953 году родился валерий гергиев дирижер художественный руководитель мэйинского театра оперы и балета народный артист 1975 год родился дэвид бэкхэм английский футболист ну а теперь о событиях 2 мая 1910 год первый демонстрационный полет на аэроплане в москве совершает уточкин он первый демонстрирует полет самолета во многих городах россии и за рубежом вплоть до 1911 года это был его звездный час уточкин совершил около 150 полетов на аэроплане почти в 70 городах при этом не менее 10 полетов окончились плачевно но бесшабашный летчик чудом оставался невредим восторженная публика буквально носила его на руках пионер самолета строения 1945 год войска 1 белорусского и 1 украинского фронтов полностью овладевают столицей фашистской германии берлином взятие города советскими войсками явилась завершающим событием берлинской стратегической наступательной операции в ходе которой советское командование планировало разгромить основные силы немецких групп армии висла и центр овладеть столицей гитлеровского третьего рейха выйти на эльбу и соединиться с наступавшими запада союзниками ссср по антигитлеровской коалиции 1971 год последний раз выходит в прямой эфир спортивный комментатор вадим синявский во время репортажа садового кольца о легкоатлетической эстафете на приз газеты вечерняя москва 1984 год советский диссидент физик андрей сахаров начинает голодовку она продлится до 6 августа после того как советское правительство отказывает его супруги елене бонар в разрешение на выезд за границу для того чтобы сделать необходимую операцию 1991 год всемирная организация здравоохранения известная нам как о воз заявляет что в двухтысячном году в мире будет насчитываться 40 миллионов человек зараженных вирусом спида 2011 год спецслужбы сша ликвидировали террориста номер один усаму бен ладена ну и самое последнее 1932 год на ленинградской копировальной фабрике союз кино завершаются испытания советской пленки шосткинского завода что в сумской области сфема ее могло бы и не существовать если бы не французская компания люмьер которая 1 сентября 1928 года подписала договор с советским союзом о сотрудничестве согласно документу в шостке заложили предприятие способное производить 50 миллионов погонных метров пленки в год место выбрали не случайно производство пленки имело общие черты с производством нитроцеллюлезы и бездымного пороха к тому времени в шостке уже два столетия работали пороховые заводы ну а я вспоминаю то время когда у нас были магнитофонные кассеты сфема были еще конечно и другие но эти самые ходовые потому что свои советские главной проблемой было первое их скрип через некоторое время второе попытка вылечить этот скрип скрывая кассету которая была склеена а не на винтиках как импортная и стоимость ее помню до сих пор 4 рубля время то какое было с вами николай пименко в проекте дата